добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о монахах которые по воздуху ушли в небо в 1 1960 годы при хрущеве органы кгб при содействии армии планомерно прочесывали кавказские горы вылавливали всех кто там укрывался в основном монахов и отправляли в исправительные лагеря в 60-е годы я был боевым офицером имел партийный билет и был начальником крупного вертолетного соединения имел большой опыт полетов в горах где от летчиков требуется особое мастерство тогда на кавказе мне дали задание следить на вертолете за группой монахов внизу на гору поднимались 11 монахов в черных балахонах немного ниже за ними зеленым оцеплением уверенно двигались солдаты оценив обстановку я передал по рации земля я воздух монахи движутся на вершину горы вершина горы обрывистая дойдя до нее им некуда будет деться там мы их и возьмем прием воздух я земля понял вас конец связи двое суток мы выслеживали этих монахов и вот операция дошла до своего завершения я не знал что будет с монахами когда их арестуют да мне тогда это было и неинтересно я просто выполнял приказ тем временем монахи поднялись на самую вершину горы сзади их догоняли солдаты с собаками а впереди бездонная отвесная пропасть я зашел еще на один круг и завис прямо над монахами ветер от лопастей трепетал их одежду и волосы и не были похожи на стаю загнанных волков солдаты тем временем приближались вдруг внизу начало происходить что-то необычное монахи встали в круг взялись за руки и встали на колени они начали молиться потом все вместе встали и подошли к краю пропасти неужели будут прыгать это же верная смерть что разве они решили покончить самоубийством с досаду и подумал я и схватил рацию земля земля не подходите ближе они хотят прыгнуть они на краю пропасти прием воздух я земля ждем пять минут и продолжаем движение у нас нет времени скоро стемнеет прием понял конец связи не отрывая глаз я смотрел настоящих на краю пропасти монахов и вот один из них стоящий посередине взял два посоха сложил их крестом и три раза медленно перекрестил и благословил пропасть потом он шагнул первым прямо в пропасть но почему-то не упал а каким-то чудом остался висеть в воздухе волосы мои зашевелились на голове с высоты я ясно видел что монах не стоит на земле а висит в воздухе затем он медленно начал делать шаги и пошел как по дорожке он не упал в пропасть как за ним шагнули и также пошли по воздуху все остальные монахи по очереди цепочкой и неспокойно шли друг за другом поднимаясь вверх пока все не скрылись в облаке от увиденного я растерялся и потерял контроль над управлением вертолетом немного опомнившись я вырулил машину посадил вертолет на поляну и заглушил его минут через двадцать ко мне подбежали солдаты и зацепление я продолжал сидеть в кабине вертолета пытаясь дать логическое объяснение не увиденному солдаты обступили вертолет и старший спросил меня товарищ капитан где они куда делись монахи мы поднялись на вершину но их там не было они ушли на небо громкий солдатский смех с протяжным эхом раздался в горах полковник метался по комнате и брызгал слюной потрудитесь объяснить товарищ капитан куда пропали монахи которых мы выслеживали двое суток и как вы повели оцепление по ложному следу моим объяснением вы все равно не поверите товарищ полковник так что вот мой партийный билет и рапорт об увольнении в запас уйдя из армии я принял крещение и стал верующим человеком дивны дела твоей господи на этом на сегодня все следующий раз я расскажу вам о тех монахах которые через пропасть по воздуху ушли в облако оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории явления бога и богородицы о которых вы знаете если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян ставьте палец вниз а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока